Христос Воскресе! Когда мы слышим эти слова, в наших головах мелькает мысль «Слава Богу, что мы дожили до светлого Христового Воскресения, что мы дожили до Пасхи». Но после Пасхи на многих православных христиан напала некая духовная болезнь, о причине которой и о самой этой болезни мы сегодня с вами и поговорим. Я уверен, что в этой болезни вы найдете и себя, потому что, к сожалению, почти каждый ей подвержен. Желаю вам приятного просмотра. И этой болезнью, о которой мне бы сегодня хотелось поговорить, называется простая человеческая лень. Да, после праздника Светлого Христового Воскресения многие люди разленились. Ну, их можно понять, поскольку время Святого Великого Поста было сопряжено со многими трудностями в нашей жизни, а также в нашей духовной жизни. Люди дожили до праздника Пасхи, выдохнули, расслабились и опустили руки. Безусловно, после праздника Светлого Христового Воскресения, Пасхи, мы должны были и отдохнуть, и поспать больше, чем надо, и вкусно покушать, и пообщаться со своими родными, близкими людьми, провести приятное время. Отдохнуть. Но, к сожалению, у многих наших с вами соотечественников, православных христиан, тех людей, которые ходят в храм, этот отдых затягивается уж слишком долго. По своему личному опыту могу сказать о том, что люди начинают вновь приходить в храмы Божии только ближе к празднику Троицы, выпадая из не только церковной, но и духовной жизни на долгие недели, а то и месяца. И об этом мне сегодня бы хотелось поговорить, и попробовать доказать и объяснить то, что это не является чем-то нормальным и правильным. Да, психологически нам стало легче после праздника Пасхи. Как бы мы почувствовали, что перешагнули через какой-то барьер, что мы достигли чего-то великого. Безусловно. И отдыхать нужно. Но мы живем сейчас в непростое время. В то время, во время которого мы должны постоянно находиться в духовном трезвении. В то время, когда нет особо времени к отдыху, нет особого времени для ленности. И после праздника Пасхи мы должны продолжать по возможности ходить в храмы Божии. Мы должны стараться и дальше причащаться и исповедоваться, так же, как мы это делали и во время Великого Поста. Мы должны и дальше продолжать творить добрые дела, помогать, не только это делать во времена Поста, во времена всеобщего молитвенного духа, покаяния. Мы должны это делать всегда. Ведь мы являемся православными христианами не только с начала Великого Поста и до праздника Пасхи. И после Пасхи мы являемся православными христианами. И после Пасхи мы не должны расслабляться. Мы не должны быть подверженными этой лени, которая очень пагубно влияет на нас. Общаясь с людьми, которые впадали в такой вот длинный ленностный период спячки, они говорили о том, что очень тяжело из нее выходить. К празднику Троицы люди начинают только приходить в храмы и как-то опять начинать церковно жить. Чтобы нам не было тяжело, давайте мы не будем лениться. Давайте будем думать о своей душе, о своей жизни, не только о себе, но давайте и думать о наших родных, о наших соседях и о каждом украинце, о каждом человеке, который нуждается в нашей помощи, в нашем добром слове, в нашем каком-то хорошем совете, а может быть даже просто и улыбке. Не будем лениться, будем спешить делать добрые дела. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Скоро свидимся!